Ребят, всем приятно, меня зовут Глена Райтман и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и не стали частью нашей огромной пока что 4 миллионов семьи, то скорее подписывайтесь и подарим мне 5 миллионов человек. Как вы понимаете, сегодня вас ждет страшная переписка и вы любите эти видео, любите, я знаю, я тоже люблю. Но перед этим я хочу попросить вас, кому не сложно, пожалуйста, включите VPN, так вы поможете мне заработать денежку. Если не сложно, скачайте 3xVPN, потому что это быстрый, очень хороший VPN, и выбирайте страну Канада, потому что, во-первых, лагать не будет, а во-вторых, там реально дорогая реклама. Спасибо вам огромное, что помогаете мне заработать денежку, потому что эти денежки я стараюсь складывать именно в видео. Ну и, конечно же, я не могу не сказать, что сейчас опять поговорю, что YouTube закрывают. Вот эти нервы, конечно, мне уже делать, я уже устала сама себе эти нервы делать, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, если реально такое случится, то хотя бы из телеграма мы уже будем с вами куда-то танцевать, искать площадку, но я, честно, надеюсь, что такого не случится. Но, чтобы не потерять друг друга, подписывайтесь на меня в телеграме. Ну что, тянуть-то не будем, давайте начинать. Ух, ребята, я сразу обратила внимание на название чата, первый сезон написано. Я вот как раз-таки в телеге про это говорила, то, что впервые создатели квеста связались со мной и сказали, что предлагают мне пройти квест, где будет два сезона. Понятия не имею, что значит два сезона, неужели он такой длинный будет? В общем, вообще ничего не знаю, спросила, ввязываемся в это? Вы сказали, да, ввязываемся, поэтому у нас что-то на два сезона. И к нам обращается сейчас Лайла, и мы в каком-то доме. Просыпайся, Соня! И если мистер Смит увидит, что мы опять опоздали, то нас точно уводят из редакции. Девочки, мы повзрослели, мы раньше были школьницами, теперь мы... Мы серьезные леди, мы в редакции работаем. Мы типа журналисты. Ой, из редакции. А кем я работаю? Да, подруга, пить ты совсем не умеешь. Аж память отшибла. Ты редактор в интернет-журнале по ту сторону. По ту сторону. Оптимистично она звучит. Ой, что за название такое? Нормальное название. Мы разоблачаем все, что можно разоблачить. О, это я умею. Идем скорее. В метро. Вроде успеваем. Девочки, какого-то поцик, поцик, сразу появился поцик. Привет, девчонки. Ну, привет, красивый. Энди, ты сегодня тоже решил прийти пораньше? Я должен завести новые фотографии в офис. Лена, как у тебя дела? О, да нормально. Я редактор журнала. У нее сегодня память отшибла. Это Энди, наш штатный фотограф. Помнишь его? Так говоришь, как будто я реально должна была помнить. Не. А еще я твой парень. В смысле, так сразу у меня парень появился? А подождите, а конкретно букетный период? А кто-то меня клеить будет? В смысле, сразу вот парень у меня? Ой, у меня же слеза появилась, девочки, плачу. 14 февраля на дворе они мне сразу парня дали, и никто меня не клеит. Что это такое? Я аж реально плачу. Ой, ребят, я вот раньше День 100 Валентина терпеть не могла. Особенно, когда училась в универе. Все девушки такие красивые, с цветами, парочками ходят, и ты такая. Forever Ella. Завидовала я, короче. Помню, проводила этот день в приложении, где ты сама ведешь ветку с фаворитом. И моя любимая история, где были ангелы и демон. Если вам это знакомо, то советую прочитать нереальную книгу «Грешник» автор Эмма Скотт. Любителям фэнтези и сверхъестественного она точно придется по душе. Главная героиня Алюсе. Застенчивая девушка, и ее, как и меня, раздражали парочки. Но она очень любила романы о любви. Жила Алюсе, не тушила, и тут встретила демона. Кассиэля. Он живое олицетворение ее темных демонов и, возможно, ее самое страшное проклятие. Кассиэль командовал целыми армиями. Теперь же его страсть это человеческие желания и страсти. Он самое настоящее зло. Кассиэль жаждет искупления, поэтому решается отдать свою вечную душу в руки простой девушки. Сможет ли Люси ему помочь? Укажет ли путь к спасению из бездной тьмы? И вспомнит ли, что их связывало? Эмма Скотт – феноменальный зарубежный автор сентиментальной прозы. Автор хитов «Дотянуться до звезд и среди тысячи слов». И ее новая история, мистическая, сверхъестественная история любви демона и простой девушки – это что-то нереальное. Ссылку на книгу оставлю в описании к видео. Всем советую познакомиться с ней. Мне вот очень понравилось. А теперь, значит, я решила полюбить друг Десятого Валентина. И у меня сразу парень есть. Да? Слушай этого балбеса, ты сейчас наговоришь ей. Значит, он не мой парень. Ну все, пускай клеят нас, да? Мы это хотим. Наша остановка, выходим. Мы реально приехали в офис. Вся команда на месте и, что самое главное, вовремя. Молодцы, ребятки. А, это мистер Смит, это получается наш босс. Здравствуйте, мистер Смит. Здравствуйте, босс. У меня в первую жизнь босс появился. Времени мало. Лайла, жду от тебя новую статью. Не забудь про правки, которые я написал. Да, начальник. А какое он мне задание даст? Энди, а с тебя новую фотографию по теме блога будет сделано. И Лена. Напиши разоблачающую статью. А, это я могу. Кого разоблачить? Давай, говори. Кого разоблачить? Че? Зеленые яблоки? Чего? Разоблачающую статью про зеленые яблоки? Я как должна яблоки зеленые? Зачем вообще разоблачать? Че? Без вопросов. На это нет времени. А у меня много вопросов. Кому перешли дорогу зеленые яблоки, что я их должна разоблачать? В зеленых яблоках яблоки и скейтеры? Чего? Сегодня и правда много работы. А можно ли нормальную работу, а не вот это вот все? Мне кажется, в этой фирме меня всерьез не воспринимают. Девочки, мы какие-то недожурналисты. Каким образом я должна разоблачить яблоки? Кого вообще яблоки могли дорогу перейти? Что за капризы? Наша мечта отработает тот год, и тогда мы сможем пойти в редакцию мечты. Самый популярный интернаж журнал в мире. Так что помни о нашей цели и забычи яблоки. Девочка, она на меня кричит. Она на меня кричит. Ну все, хана тебе. Я тебе подложу в тапочку. Что-то очень неприятное. Хорошо, начальника. Простите, начальника. Начинай писать статью. Зеленые яблоки. Представлю, что я ненавижу зеленые яблоки. Они мне сделали какую-то гадость. Плохую гадость. Как же их разоблачить? Яблоки мои враги. Яблоки. Яблоки, яблоки. Сейчас подождите, начинаю потихонечку ненавидеть яблоки. Мне же надо как-то разогреться. Яблоки. И что они скрывают? Почему одни яблоки зеленые, когда другие красные? Вы понимаете, да, к чему я клоню? Все вы понимаете. Что же скрывают эти зеленые яблочки? А может они шпионы? Я все знаю теперь. Меня осенило. Ребята, зеленые яблоки реально шпионы. Это и предстоит нам выяснить. Существуют бананы. Сначала они зеленые, но потом желтеют. Ни один банан не стал предателем. Что не скажешь про яблочки, да? Значит, яблоки не такие хорошие, как пытаются казаться. Взяли бы пример с бананов. А че? Че? Не хотим, потому что предатели, да? А такие вот вы зеленые яблочки. Идем дальше. Кто ест яблоки? Правильно, лошади. Когда появились лошади? 4-4,5 миллиона лет назад. Где жили лошади? На суше они жили. Кто еще жил на суше? Динозавры. Так, яблоки виноваты, что динозавров теперь нет. Вот и все. Да. Значит, динозавры знают о существовании яблок. Вот и разгадка. Зеленые яблоки это шпионы динозавров. Конец. Не ожидали такой конец? Неожиданный поворот. Нежданный, негаданный, а? Теперь, когда вы будете есть яблоки, знайте, вы уничтожаете шпионов динозавров. Я мастер разоблачения. Статья готова? Ты разоблачила яблоки? Еще как разоблачила. Это сенсация. Да. Отлично. Отдаю на публикацию. Проверьте это вдруг. А вдруг я ошибаюсь? На самом деле яблоки не шпионы динозавров. Ну, конечно, маловероятно, что я ошибаюсь. Потому что я уверена, что они шпионы. Но все-таки проверьте, пожалуйста. Кстати, тебе пришло письмо. Мне. Ой. Уважаемая Елена. У меня есть история, которая вас заинтересует. Кое-что происходит в моем городе. Мистическое, непонятное. Если вас это заинтересует, то приезжайте. Город Мурмур. Звучит как Мурмур, да? А Мурмур это уже жутко. Так что нам не до усипу сейчас. Что пишут? В одном городе происходит мистика. Я могу прочитать? Ну, ты же босс. Конечно, можешь. Ха, сюда поднять чатника. Конечно, держите. Внимание, все сюда. А что? Это из-за яблок? А он сами виноваты, надо было прочитывать. Что происходит? Мистер Смит всех собирает. Ну, что такое? Вы меня от веб-дизайна оторвали. Какая дырба появилась. Что за блонди? А где наш хакер? У нас хакер есть. Красиво, интересно. Сейчас Дэниел придет. Как я выгляжу? Так, понятно. Судя по всему, эта плохая. И она будет уводить нашего хакера. А хакер должен быть с нашим. Это я сразу секу рублем. Как всегда, не в его вкусе. Схавала Ирба. Ой, да заткнись ты. Кстати, Лена тебе бы уволится. Ага, заново. Ой, да заткнись ты. Кстати, Лена тебе бы уволится. Я делала твою статью ниже дна. Лена. Ты сама разоблачи яблоки, потом что-то говори. А зачем ты читаешь ее статью? Ты веб-дизайнер. В натуре, а что она читает? Ты веб-дизайнер. Просто не понимая, как это могло стать нашим редактором. Вам обязательно вставлять в квест кого-то, кто меня ненавидит. Вам нравится, когда я злюся, да? А я злюсь, а я... А что вам нравится это? Ирма. Все, кто со мной ссорится, кончают плохо. Не иди по пути своих последовательниц. Помните всех их? И что? Где они? Где я? О! Да где наш хакер? Здесь я. Что кричать? Он здесь, что кричат, правда, да? А где мы ходим? Вы же просили меня взломать сайт, чтобы достать инфу. Ох, какой он, брутальные девочки. Тише ты, не тут же. А что скрыва... Так, что скрываете? Вы что делаете? Так зачем нас собрали? Итак, я собрал вас, чтобы сообщить, что завтра мы отправляемся в командировку. Ага, только не говори, что в тот город, с которого письмо в мормор. Не говори, только не говори, что в тот город. Что еще за командировка? Командировка, это когда поработать, ты едешь куда-то. Think about. Нам пришло интересное письмо. Мысли нам, мне. Мне пришло, мне. Я тут ГГ, главная героиня. О том, что в одном городе происходит мистика. Это то, чего мы ждали много лет. Понятно, наш начальник помешан на мистике. Ой, ребята, нам добра, мы там не будет нам добра. О, господи. Есть доказательства, что там действительно мистика? Нет. Нет, о том-то и дело. Именно для этого мы туда отправимся и добудем эти доказательства. Почему я его озвучил как мисс Понятника? Потом попробую изменить. Нифига себе, он шепутой, мы уже в автобусе. Че? Как же хорошо, что все в сборе. Наше путешествие начинается. Не понимаю. Зачем вам тут нужен веб-дизайнер и хакер? Кстати, да. На хрена она-то нам? Хакер нужен. А потому что... А без хакера в наше время, ну, никуда. Ну, нужен, короче, он нам. Да. Для работы. А вы че подумали? Должны быть все. Я чувствую, что там будет золотая жила. А чуйка меня никогда не подводила. Так отправили бы туда Лену и Энди. Нам-то зачем? Я вообще туда не хочу. Че меня-то отправлять туда? Я знаю, что там ничего хорошего не будет. Если там сказано, что мистика, она точно там будет. Давайте и правда без нее. Зачем ее брать, если она с таким настроем едет? Возможно, ты и права, Лена. Хорошо. Можешь не ехать. Не верю. Не может мне так повезти. Отлично. Пошли, Дилан, нам в одну сторону. Нет, я поеду. Мне интересно, что там. А она, значит, тоже поедет. Тогда не оставит Дилана с нами. Я уж это... Я секу понимаю уже эту тему. Поедешь? Ирма, твоя остановка. Выходи. Не выйдет она. Ну, не выйдет. Ты веришь в это? Я не верю. Нет. Я все же с вами. Пошла отсюда. Это будет незабываемое приключение. Лайла, ты сообщила второму письму, что мы едем? Точно незабываемое. Сколько она свернется теперь? Да. Замечательно. Сразу. Ну и городишко, вы чувствуете, чем пахнет? Канализацией. Это от себя, Ирма. Нет, это запах успеха. Я сразу понял, что в этом городе что-то есть. Что-то точно есть. Ага. То, что кокнет нас тут точно есть. Может, в гостиницу? Да. Я хочу помыться и поспать после дороги. Фу. Не, не фу. Ладно, это детство. Это детство в деревне мою. Баши, только не говорите, что мы тут останемся. Знаете, я прям помню, как вот перед сном лежишь такой и водишь по этим узорам пальчиком по ковру. Я прям помню это. Но что хватило, то и снял. Тут тараканы должны нас бояться. Этот вообще смотрит так, будто сейчас наваляет мне. Кто? Тараканы от тебя смотрят так, будто сейчас тебе наваляет, а он может. Я жила в общаге, я знаю. Вот среди тараканов, на самом деле, вот вы думаете, таракан, типа, ну, дурак какой-то. Ну, нет. У них есть разведчики. Я вам серьезно говорю. Вот если у тебя нету в комнате тараканов, вот как у меня было, тараканов нету, а один появляется. Если ты его не прикокнешь, короче, это разведчик. Не прикокнешь, он выживет, он придет другим и скажет, что там все, а гуд, пойдем, там туса нормально намечается. Поэтому разведчиков надо сразу кокать, чтобы они не успели до своих добежать. Я умная, я вот прям разбиралась с этим, реально. Я столько разведчиков уже перекокала, чтобы они свою семейку ко мне не привели, блин. Ковер. Можно перед сном по узорам водить. Это гиблое место. Кстати, тараканы могут в свой фотоаппарат проникнуть и сделать там гнездо. Вот этого больше всего вообще гибло. Я, что они сделают там гнездо, потому что они в технике делают гнезда, особенно в холодильниках. Вот типа там тепло, вот где этот аккумулятор. Ладно, давайте не будем про тараканов. Я тут не останусь. Без паники. Я тут хакнул один сайт, внес нас в базу. Ну, короче, бесплатно будем жить в коттедже. Я говорила, что хакер нам нужен. Без хакера в наше время никуда. Дилан, у тебя очень богатые родители. Я мог бы и на свои деньги снять. Он еще и богатый. Ну все, ну вот вообще все. Ну наш мужик, забираем. Мне не нужны их деньги. Он еще и самостоятельный, девочки. Дилан, ты мой герой. Отожмем нашего мужика у этой курвы. Народ, вы не об этом думаете? Я думаю о том, как бы нам выжить в этом городке. У вас таракан на волосах сидит. Это я ему мщу. Зеленые яблоки. Срочно хватаем вещи и бежим отсюда. Не благодарите, что я переубедила нашего начальника. Я просто видела его шевелюру и знала, что он точно не захочет там увидеть таракана. Вот это. Вот это Дамяра. Дамяра. Ребята, это по-моему, типа вообще, это случайно не из дневников вампира, а не домик Дэймона. Потому что он очень похож. Да, очень красиво. Может тут Дэймон есть? А может это вообще история про вампиров? Девочки, если вы про вампиров, то Дэймон есть. Просто уписись от счастья. Итак, всем раздаю задание. Лайла напишет статью о создании этого города. Энди, походи по городу, поделай фото. Понял. Ирма, создай страничку об этом городе. Используй туман и жуткий стиль. Тут даже жуткого стиля не надо. Достаточно фото этой гостиницы. Дилан, взломай их секретные данные. Что скрывает мэр этого города? Что скрывает нас потом кокнет этого туда. Не надо, Дилан. Займусь. И Лена, напиши о первом дне в этом городе. Ты мне принципиально самые тупые задания даешь, да? Хорошо. Даже лучше иди вместе с Энди. Так у тебя появится больше информации. А можно я пойду вместе с Диланом? Ладно. Ну что, пошли. Городок жуть. Да, это точно. Что напишешь? Пока только от Харакана на уме. Крипово. Сфоткай эту подворотню. Ученый. Кто вы? Почему фотографируете? А кто вы? А что? Здрасте. Мы журналисты. Приехали расследовать тайны этого города. А что, я не Павлик Морозов. Молчать не буду. Ах, журналисты. А не боитесь. А теперь боюсь. А только скажи, что конкретно бояться. А чего она бояться? Чтобы я знала, чего бояться-то. А то еще пока просто так боюсь. Что город сожрет вас и выпьет. Это ничего. Главное, они через другой проход. Что, через рот-то нормально. А вот там-то уже как-то не очень бы приятно было. Да, я оптимист в этой истории буду. А что? Берегите себя. Удачи. Мне кажется, он на нем маска. Типа он добрый, но он не добрый. Ну, он какой-то такой, да. И вам хорошего дня. Ой, ты. Кому желаешь? Он ничего хорошего нам не пожелал. Искринности в нем нет. Вот чего. Странный он. Подозрительный очень. У меня осталось пара кадров. И возвращаемся. Слава богу, хорошо. Как все прошло? Нормально. Встретили странного мужика. Что за мужик? Он сказал, что этот город сожрет нас и выплюнет. Чудесно. Сожрет, выплюнет? Чудесно. У тебя эмоции перемешанные, а? Это какое-то отклонение или что? Включи его тоже в рассказ. Можешь начинать писать? Да он нас не бережет, ребятки. Ну, что сказать? Первый день в Мормор. Нет, надо нормально. Этот город полон загадок и тайн. В нем пустые улицы, мрачная атмосфера. И неприветливые люди. Все окружающее тебя будто кричит, беги отсюда. Но мы не можем, потому что начальник иначе его валит. Конец. А что, журналисты должны правду писать. Вот я и пишу правду. Написала? Надеюсь, эта охрана труда тебя не заберет после моих слов. Да. Отлично. Отдаю на публикацию. И спускайся вниз. У нас собрание. На повестке дня наши дальнейшие планы. Завтра мы все идем в город. Возьмем интервью местных, сделаем фотографии и заглянем в администрацию города. Хорошо. Если вопросов нет, то можете идти спать. У меня есть вопрос. Тебе нас вообще не жалко, да? Видимо, да. Что думаешь об этом городе, о поездке? Думаю, что ничем хорошим она не закончится. Мне тоже все это кажется странным. Помнишь человека, который отправил нам то письмо с приглашением? Да. Мистер Смит сказал мне связаться с ним. Я пыталась, но номер отключен. А адреса, с которого отправили письмо, не существует. Ну так о чем мы ждем? Ты говорила об этом Смиту? Конечно. А он что? А он увидел в этом еще больше мистики. И теперь совсем не хочет уезжать отсюда. Да я говорю, у него нас вообще не жалко. Ему еще плевать. Все готовы? К чему готовы? К этому готовы. Всегда готовы. Как к чему? К статье. Давайте уже задание и покончим с этим. Энди, ты пойдешь со мной в администрацию. Я хочу сделать фото мэра. Ирма и Лайла отправляйтесь в центр города. Лена и Дэймон, найдите компромат. Дилан ищет, Лена записывает. Даша, будет сделано шеф. Хорошо, начальник, самый лучший начальник в мире. Работа, мне за эту зарплату платят. А да. Ну пофиг. Какой именно компромат мы должны найти? И на кого? Блин, не дай бог он скажет на какой-нибудь камешек. Выполняйте. А что на кого? Я уже час роюсь. Поднимаю все возможные архивы и ничего. Ага. Может я тоже поищу? Искать тут особо нечего. Единственное, что случилось в этом городе, так это скандал с ученым. Это он. Вот его фото. Это он, это он. Мы видели его? Да. Когда? Когда нас в Сэнди отправили искать фото. А что за скандал? Говорят, что он какие-то опыты ставил. Опыты? Опыты? Над кем? Так и не смогли узнать. Когда за ним пришли, было поздно. Он все уничтожил. А я сразу сказала, что он подозрительный и неискренний. Что он неискренний сказал, берегите себя и удачи вам. Что-то не было так вот. Ну, берегите себя, удачи вам. Это было вот так. Берегите себя. Удачи. Вот так это было, согласитесь. Он какой-то подозрительный. Есть такое. Ты правда хочешь уйти из редакции? А что? Просто. Я же благодаря тебе встал на путь истинный. Ты что, я тебе помогла, типа, да? Теперь ты обязана мне жениться? Ну, если я, конечно, соглашусь, потому что не факт, что я соглашусь, а девушка прямая. А ты предлагай. Как? Я взломала ваш сайт и стала просить денег взамен на него. Общался с тобой, и мне так понравилось сообщение, что я не захотела прекращать его. Нифига себе. И что было дальше? Думала, как бы выйти на тебя правильно. Пришел к вам в редакцию устраиваться на работу. Сказал, что программист. Два раза написал программиста. Вы пожаловались мне на хакера, который вас взломал. Я сказал, что помогу и верну сайт. Ну и типа помог. То есть, подождите, типа, он взломал сайт нашей редакции. Начал со мной общаться. Я ему по общению понравилась. Он пришел к нам в редакцию, типа, устраиваться на работу. Сказал, что программист. Мы такие, защити нас от хакера, который взломал. Он такой, да, 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 конечно. И, грубо говоря, от самого себя защитил. Парни, учитесь подкатывать девушкам. А ты хитер Поэтому новость, что девушка, которая меня изменила, уходит Меня не радует Ирма, иди нахер, иди в баню У тебя шансов в ноль Обещаю, что если выберемся живыми А да, я ж позитивная, ну пофиг То заберу тебя в новую редакцию с нами Я согласен, сделаю все, чтобы быть полезным Может, кофе выроем Знаешь, в этом городе слово вырыть что-то Звучит так себе Пошли И с чем мы придем к мистеру Смиту? С историей про этого ученого? Дай мистеру Смиту любая вот такая пищенка Он рад уже, он такой же, если что-то выпрыгивает Другого выбора все равно нет Верно, надо будет еще покопаться в архивах Может, смогу выяснить, чем занимался этот ученый Опа, какая-то тетка Не смейте нам говорить, не смейте Кто-то почему-то на нас кричишь Простите? Не упоминайте этот изгой общества Сейчас она все на мои сольет Про тебя ученый недоделанный А в чем дело? Почему? Он зло, истинное зло Люди слепые не понимают этого Я понимаю Я не слепая понимаю Вам что-нибудь известно? Мне все известно Он идет против природы Он идет против Бога Может, расскажете нам? Мы же руналисты, сможем разоблачить его? В городе стали пропадать животные И я точно знаю, что это его рук дело Ага, а зачем ему животные? Зачем ему животные? Потому что он истинное зло Если бы не та статья, то неизвестно, что с нами стало Статья? Какая статья? Не упоминайте его Он зло, зло, зло Переигрывай Ненормальная Пошли отсюда А я говорила, что тут делать нечего И никакой мистики тут нет Только вот ученый И горожанка сумасшедшая Успокойся В чем дело? А где это вы были? Тебе-то что? Задание выполняли А почему так долго? Ой, Ирма, у тебя голос противный Противный голос Мы не хотим его слушать Замолчи В кафе зашли перекусить Ах, вот значит как Давай им дровишек В ее пасте Ирма, тебя вообще волновать не должно Вы что-то нашли? Про ученого статью Будем еще собирать Хорошо К сожалению, мэр нас не принял Поэтому у нас тоже ничего А я говорила, что надо болеть из этой дыры Так боли И тогда это не будет уже дырое Будет нормальный город, приятный Расходимся по комнатам До завтра Он как будто обижен, расстроен, да? А что, у начальников тоже есть чувства? А что за женщину вы встретили? Точно не знаю Но она явно не фанатка того ученого Что она сказала вам? Сказала, что он с богом в природе играется И что благодаря какой-то статье Его лавочку прикрыли Ну, или знаете, закона он смог Статье? Статье, статье Так, только не говорите, что это мы в этом виноваты Точно? Вы, да? Я нам теперь мстить буду, что? Кто вы? И что вам нужно? Что происходит? Что там происходит? Да, я тоже спросила это Почему вы пришли к нам ночью? Да кто пришел-то? Вы не помните? Я тебя помню Это тот самый ученый Что я должен помнить? В чем дело? А я прекрасно помню Из-за кого лишился всего Это точно Мы есть Вера нам мстит Во! Клюнул на письмо начальника Молодец! Последний раз спрашиваю Для чего вы здесь? Мне вызвать полицию? Она вам не поможет Вам уже ничто не поможет А о чем же? Скоро не будет Ни полиции, ни закона, ни города Слышь ты, ученый Ты что там наученил? Убирайтесь Немедленно Из-за вашей статейки Я лишился всего И терять мне нечего Ты его не слышал? Пошел вон Прощайте Из этого города Никто не выберется Вы так глупо И наивно повелись На мое письмо Это и будет Ваша погибель Чуяла Жопа-то моя Что тут что-то не у того будет Пошел вон Дыхалочка-то моя Уже не та Конец первой части Продолжение следует Ага Ха Так Слушайте Слушайте Что-то как-то А что может быть? Я думала вампиры может быть Я не знаю Честно, это пока неизвестно Но то, что этот ученый зуб на нас точит Это очевидно Так На самом деле интересно То, что мы журналисты То, что у нас помимо квеста Разгадки всего У нас еще есть такие задания Как статья Да Были пиши нормальные статьи А не разоблачение зеленых яблочек Хотя я и с разоблачением зеленых яблочек справилась Потому что я что? Потому что я хороший журналист А Ирма Какашка И она не права Ну что, ребят Будем проходить дальше? Как вам вообще эта история? Интересно? Вот начало вам интересное? Мне пока интересно Что задумал этот ученый? Как нас может город сожрать? И вообще, что нас ждет? Ну что, ребят Жду ваших комментариев Ваше решение Продолжаем эту историю Или просим новую Нравится вам эта история или нет Также обязательно подписывайтесь На мой телеграм-канал На мой ютуб-канал Для того, чтобы Мне поменять аватарку Там была цифра 5 Да Я поменяю аватарку Вот И я благодарю вас за просмотр Спасибо всем Спасибо, что смотрели это видео С ЛПН Не поленились Всех люблю Целую, обнимаю Всем спасибо И пока